Декорирование рамы эффектом кракелюра. С вами художник Александр Желяев и мы начинаем. Сразу скажу, что скорее всего это урок для начинающих художников. Помню, как мне пришлось испортить ни одно изделие перед тем, как я добился наилучшего эффекта, декоративного эффекта при создании мелких трещин. Все-таки в этой работе есть некоторые нюансы, которые нужно соблюдать для достижения наилучшего эффекта. Я беру белую акриловую эмаль. Хочу отметить, что эта эмаль очень хорошего качества. Она укрывистая. И нам будет достаточно одного прохода по поверхности, чтобы полностью закрыть основной цвет изделия. Я готовлю краску, колер, цвет для того, чтобы пройти первый слой. И первый слой у нас будет цвет трещин. Я размешал банки светло-количневый колер, но это слишком яркий и интенсивный цвет. Его необходимо приглушить более темным, коричневым. Еще один момент, на который следует обратить внимание, это то, что, подготавливая первый слой цвета, я не делаю его слишком ярким. Получившиеся трещины не должны конкурировать с изображением картины. Они лишь слегка подчеркивают выбранную тему и не мешают восприятию изображения картины. Вот такой оттенок у меня получился. И я начинаю покрывать деревянную раму первым слоем краски. Да, как я сказал, краска очень укрывистая и она легко с первого раза закрывает основной цвет изделия. Тщательно прокрашиваем все места рамы, для того, чтобы мелкие огрехи потом не вылезли в процессе работы. Можно не торопиться и внимательно осмотреть раму со всех сторон. После того, как мы покроем наше изделие этим цветом, ему необходимо полностью просохнуть для следующего этапа работы. Мы берем крокелюрный лак, встряхиваем его, наливаем в баночку, для того, чтобы нам было удобно работать и брать его кистью. И полностью просохшее изделие начинаем покрывать этим составом. Обратите внимание, что я не втираю лак в поверхность рамы, а накладываю его довольно-таки густыми мазками. Для образования трещин на поверхности изделия лака должно быть достаточно много. Для следующего этапа лак, который мы использовали, должен полностью просохнуть. С момента нанесения и до полного высыхания проходит примерно полтора-два часа. Если вы сомневаетесь в том, что рама до конца высохла, лучше подождать еще какое-то время. Она полностью не должна прилипать к рукам. Иначе вы испортите изделие и не получите желаемого результата. Я готовлю следующий раствор. Вот слишком много колера добавил в белую краску и убираю его. Я готовлю верхний слой, который у нас будет растрескиваться. И начинаю движениями, короткими движениями покрывать раму. Здесь очень важный момент, что я не крашу раму в привычном понимании этого слова. А вот именно такими короткими движениями наношу на поверхность краску. Если мы будем по одному и тому же месту проходить два раза, то снимем уже образовавшиеся трещины и не сможем повторно пройти по этому месту. Дело в том, что кракелюрный лак нарушает структуру краски. Из-за этого и получаются трещины. И два раза по одному и тому же месту пройти не получается. Вы можете наблюдать, как в режиме реального времени я работаю над этим изделием. Прокладывая короткими мазками светлую краску поверх первого слоя и поверх кракелюрного лака, который мы нанесли. И вот на ваших глазах образуются трещины. Мы этот процесс можем видеть в режиме реального времени. Не стоит торопиться. И тогда все получится. Приобретение навыка – это, возможно, процесс длительный. Но все последующие изделия уже получаются более-менее легко. Мы справились с поставленной задачей на данном этапе работы. Вот такие трещины образовались у нас по всей поверхности рамы. Что нам нужно сделать сейчас? Как я уже говорил, кракелюрный лак нарушает структуру краски. И какого бы хорошего качества она ни была, она все равно теряет свою структуру и становится рыхлой и плохо держится на поверхности изделия. Я закрепляю наши слои акриловым лаком. Работа над рамой до конца не завершена. Но уже на этом этапе стоит закрепить все получившиеся слои акриловым лаком для дерева. Следующий этап работы – клей ПВА, немного воды. Я готовлю раствор патины, которым усилию эффект старины у нашей рамы. Добавляем немножко коричневого колера. На листе бумаги я пробую плотность получившегося раствора, плотность цвета, который мне необходим. Это очень хорошо видно. Добавляю еще колер и тщательно размешиваю. Но получившийся раствор меня устроил и я быстрыми движениями, пока клей не успевает просыхать, начинаю покрывать всю поверхность рамы получившимся цветом, получившимся раствором патины. Если рама большая, эту работу лучше делать поэтапно. Теперь мягкой тканью я протираю всю поверхность рамы до того момента, как клей успел схватиться. Оставшиеся части проникают глубже в трещинки, усиливая кракелюрный эффект. Вот такие замечательные мелкие трещины получились на нашем изделии. Наша работа готова и она может занять достойное место на стене. Благодарю вас за внимание. Мне было интересно выполнить для вас эту работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...